Украинские полярники показали первых новорожденных тюленят. Мимишность зашкаливает. Фото. Украинские полярники со станции Академика Вернацкого показали милые фото новорожденных тюленей у Эдела. Первый детеныш этих животных, рожденный в этом сезоне, увидел свет на соседнем острове Винтер, а второй – на льдине, около острова Скуа, в проливе Скуа-Крик. Об этом рассказали в Национальном антарктическом научном центре на странице в Facebook. Совсем малютка, еще не отходит от матери, но, надо сказать, растет на глазах, может набирать до 6-7 килограммов в день, так описывают полярники тюленят малышей. Отмечается, что новорожденные тюленята, которых называют щенками, передвигаются сейчас еще не уверенно, так как у них еще только формируется мышечная система. Но уже через несколько недель начнется учебный процесс, и малыши будут учиться выживать в суровых антарктических условиях. Текст озвучен с помощью Яндекс Спич Кит. Полярники также рассказали, что у самок тюленей, у Эдела, беременность длится 10 месяцев. Рождение малышей происходит на поверхности льда. Каждая самка приносит по одному малышу. Обычно новорожденные тюленята весят 25-30 килограммов, в длину достигают 1,3 метра, а вот когда будут взрослыми, их вес должен составить около 400 килограммов. Мама тюлень 7 недель кормит своего малыша, после чего молодые особи отправляются в воду и начинают самостоятельную жизнь. Живут тюлени у Эдела. Относительно долго, 20 лет. Только в Антарктиде тюлени не боятся человека. Почему? Потому что здесь вовремя их взяли под охрану. Скажем, на Балтике их преследуют еще со времен Палеолита, поэтому если увидеть здесь тюлени, можно еще 10 лет рассказывать другим об этом. А вот в Антарктике такое чудо, говорится в публикации. Полярники добавили, что пока еще не узнали пол новорожденных тюленей, а как только это выяснится, они объявят конкурс на лучшие имена для этих невероятных животных. Напомним, несколько дней назад украинские полярники рассказали, что на остров Галендес вернулись пингвины и показали потрясающие фотографии. Добавим также, что в прошлом году первые тюлени у Эдела родились около станции Академик Вернадской в начале октября. Предлагаем вам посмотреть снимки, как выглядели те милые крохи.